Вопрос такой. Сейчас бытует такое мнение, что в текущем росте цен, о котором мы говорим, в том числе есть заслуга и пенсионных денег, которые вывалились на рынок благодаря программе, озвученной президентом, и в том числе и субсидируемых или, так скажем, мягких кредитов, которые выдаются по государственным программам. Насколько вы считаете такие суждения обоснованными? И какие перспективы вообще у государственной помощи в ипотечном кредитовании сейчас? Денис, я считаю, что когда люди говорят об этом, они не совсем правильно видят статистику реальных цифр. Давайте посмотрим, когда ипотека начинает угрожать в целом финансовой стабильности любой страны. Когда объем ипотечного портфеля начинает на уровень 25% от ВВП страны выходить и больше. Если посмотреть на нашу статистику, у нас всего лишь 2 триллиона ипотеки и фактически это 3-3,5% от ВВП государства. Нам до ипотечного пузыря, скажу честно, шагать и шагать очень далеко. До причин ипотечного пузыря шагать и шагать, да? Да, до глобальных причин. Теперь разберемся с текущими причинами роста цен на недвижимость. Все и бюро национальной статистики, и рейтинг крыши, и частные какие-то источники. Все видят, что происходит рост примерно оценивается за год 17-14% на вторичном рынке и примерно от 10 до 14% на первичном рынке. Но с другой стороны, когда вы откроете любой финансовый журнал, сегодня Forbes вышел с большой статьей, что на рынке продовольственных товаров, продовольственных продуктов за год во всем мире рост цен прошел на 33%. Я тогда задаю всегда вопрос, если дорожает в стране и во всех странах мира продукты питания, мука, подсолнечное масло, все виды продукции, почему вдруг именно жилье в Казахстане должно дешеветь? Да, почему металл, дерево, цемент и все остальное должно дешеветь? Это же справедливый вопрос. Конечно, общий инфляционный процесс сейчас очень большой, есть очень много причин, в том числе огромная сумма денег, которая в пандемию была выплачена населением всеми правительствами, всех государственных стран. И есть большие отчеты, которые сейчас показывают, что в странах с очень стабильным рынком цен на недвижимость происходит очень большой рост. Начиная от Турции, за дело Канады, в США рост цен на недвижимость, даже в Германии, которая считается оплотом устойчивости. И, конечно, вот эти внешние факторы достаточно сильно влияют. И то, что у них растет на 3%, у нас растет сразу исходя из курса на 30%, да? Да. У нас нет 30% роста, у нас есть 13% примерно рост. Что касается второго вопроса, это спрос. У нас в Казахстане повышенный спрос на жилье. В 2000 году у нас родилось 222 тысячи детей. И каждый год прирост был на 25-30 тысяч. Уже в 2007 году у нас родилось 321 тысячи детей. Грубо говоря, у нас 21-летних сейчас там 220 тысяч, а посмотрите, что творится со школами, с садиками. То есть это ваш грядущий спрос, на самом деле? Это очень важный фактор, который очень сильно влияет, очень сильно. А еще есть урбанизация, еще вы должны напомнить. Еще есть урбанизация. И я думаю, что в ближайшие 7 лет у Казахстана будет очень повышенный спрос на любой вид жилья. И мы свидетели этому. Например, в августе у нас была рекордная выдача, 112 миллиардов тенге мы выдали. Таков огромный спрос. И второй миф, который складывается в обществе, это как будто все это госпрограммы. Вот сейчас очень сильно разочарую наших аналитиков, особенно блогеров-аналитиков, которые не совсем владеют цифрами. Из 112 миллиардов, которые мы выдали, 24 миллиарда или 21 процент, это были деньги по госпрограммам, где первоначальный взнос был 10 процентов, где человек являлся очередником. 88 миллиардов, в 4 раза больше, мы выдали людям, которые принесли в банк 50 процентов от стоимости квартиры. Коллеги, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что существует в Казахстане платежеспособный спрос, люди проходят скоринг, оценку платежеспособности. И опять возвращаясь к ситуации в историческом таком масштабе, скажу простую цифру. Если в 2014 году, вот Талхат Кожахметов приводил примеры, как он продавал жилье в 2014 году и продавал в 2021 году, я поддержу его и скажу, что на самом деле сейчас, с точки зрения покупательной способности, больше шансов приобрести жилье. В 2014 году официальная зарплата по данным Бюро национальной статистики была 121 021 тенге. Вот у меня все таблицы при себе, а по второму кварталу 2021 года у нас 251 545 тенге средняя зарплата. То есть в 2 раза выше зарплата, а цена на недвижимость? 200% рост заработной платы идет официальной, среднестатистической, с перечислениями в ЕНПФ и так далее, но при этом нет уже 200% роста цены на недвижимость. Согласен, Елизавета Иркенна Ковика. Я считаю, что есть, очень коротко подводя итоги, платежеспособность спрос в Казахстане есть, он будет очень сильно формировать предложение, рынок, да, поэтому застройщики будут продолжать достаточно высокими темпами строить. И самое главное, что будет происходить, я думаю, будет корректировка на вторичном рынке. Я думаю, что в конце года рост цен на недвижимость на вторичном рынке, он полностью остановится, и мы увидим вот полный такой штиль, когда люди будут более внимательно анализировать предложение на вторичном рынке и предложение на первичном.